Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в отделе обслуживания пользователей в резиденции президента Республики Беларусь и в исполнительном комитете СНГ. Сегодня у нас в гостях наш старый товарищ, добрый друг Владимир Владимирович Горьков. Что хочу сказать, Владимир Владимирович, библиотека такое уникальное учреждение, такое уникальное место, что человек, который приходит один раз в библиотеку, он непременно придет туда еще раз. Потому что библиотека – это место притяжения, интересных людей, это место встреч, это загадочное место, где встречаются люди, которые становятся впоследствии друзьями. И библиотека – это уникальное место, где можно встретиться и говорить на любые темы. Потому что библиотека – это понятие универсального знания. И вот мы с вами встречаемся, сколько уж у нас прошло времени, наверное, год после нашей встречи. Мы говорили о вашей афганской миссии, так назовем. Владимир Владимирович, напомним, полковник, который… Три года вы, да? Четыре с половиной. Четыре с половиной года работали, вы работали в Афганистане. Во время так называемой афганской войны, под прикрытием, это тяжелое и где-то даже страшное… Под прикрытием и не под прикрытием. Не под прикрытием. Да, по-разному было. Почти четыре года в Афганистане в обстановке, как не приближенной к боевой, в самой, по-настоящему боевой обстановке. Вот обращались ли вы к такой, ну, просто, такой обычной детской молитве? Потому что ведь страшно, страшно, Владимир Владимирович, просто страшно. Я понимаю, что там как-то включается рациональное сознание, рациональное мышление. Вы делаете свою работу, вы хорошо подготовлены. Но ведь страшно, по-человечески страшно. А кругом же нет ни одного славянского лица. Речь чужая, люди с чужой, ну, и чуждой, наверное, где-то религии. Я, может быть, непопулярную вещь вам скажу. Ну, она нигде, видимо, не звучала, потому что они же, допустим, встают с молитвой, обедают с молитвой, и все с молитвой. И вот когда они, допустим, собираются, они читают там свою молитву, а я свою читаю. А, то есть... Я внутренне, я внутри себя, я проговариваю то, что Орче наш, Ижеиси на небесе, да светит имя Твое, да придет Царствие и так далее. То есть вот это, оно как-то меня... Ну, иногда это настораживало, знаете, почему? Думаю, а я вдруг во сне начну вот на языке и вслух ищу. Ну, потом я высказал эту точку зрения в резидентуре, там, руководитель своему, он говорит, будем тренировать этому. То есть это после первого раза, после моего захода, когда я попал первый раз на... А вот не говорил, вот пришли, вот вернулись вы с задания, так назовем задания, да, и говорите, вот объясняйте эту ситуацию. А никто вас вот не осудил, типа, ну что ты, боевой офицер, партийный, и какое может быть отче наш? Когда в Союз возвратился или еще там? Там, там, вот там. А там же никто не знал, чем я занимался, кроме одного человека, и плюс тот, кто меня готовит. Понятно. Да, ну, афганцы, там, некоторые, которые работали в лжебандах, допустим, они, один из них знал, что я, но его вербанули хорошенько, ему платили хорошие деньги. И он знал, то есть, он, допустим, чтобы передать информацию, я ему задачу ставил, потому что нужно было принимать решение, на завтра, допустим, какое-то решение, как мне информацию передать. Это не то, что сегодня, там, телефон позвонил, там, назначил встречу. Ну, там, во-первых, у горах, там, телефония, и особенно интернет этот будет работать, смотря, где ты находишься. И вот он знал, я через него всю информацию передавал. Я, по-моему, когда-то рассказывал, что, когда было нужно принять решение по ликвидации тех банглаварей, которые живых наших людей, и солдат, и афганских солдат снимали шкуру, кожу, подвешивая на крюки, вот, они собрались в одном месте, назначили встречу, то есть, еще не собрались, но назначили встречу. Я информацию передал руководителю лжебанды, с которым я контактировал, и что надо, что делать, потому что, ну, это все-таки люди, как бандиты они там, не бандиты, но принять решение о их ликвидации, ну, я самостоятельно не мог. Ну, и потом получил добро, давайте ему вот взрывчатку, я его книги где-то писал, по-моему, вот, взрывчатку заложили, ну, и этих живодеров мы ликвидировали, вот, поэтому религия здесь, понимаете как, ну, еще, допустим, ты там среди них находишься, видишь, наши же пленные там в Зиндоне находятся, два человека вот были в Зиндоне, они пошли на операцию, все, вся банк-группа, меня оставили и охранник одного, вот, ну, охранник потом мне говорит, а один из них немножко знал, дари язык, охранник мне говорит, ну, я пойду там в кишлак соседний, вот, и там сделаю свои дела. Эти услышали ребята, наши советские два пленные, и один другому говорит на русском языке, «А мы давай под удобным предлогом этого муржахедика одного, меня ликвидируют, вот, ну, что ж мне делать?» Ну, попросились по нужде, один. Я говорю, по одному выходи, вот, и сразу же наручники. Ну, потому что они и меня бы погубили, и освобождение их бы погубили, но попытка была вот такая, то есть со мной расправиться. Поэтому надо было тоже принимать решения соответствующие, и уже тогда не думать о Боге там, о том, что... Это понятно, но, однако, вот, мы тут с вами говорили, что всё-таки отче наш вспоминался буквально на подкорке. Да, на подкорке это было, и... Ну, ещё к тому же, потом я уже узнал, что мне жена, там, крестики навшивала везде, всякое одеяние моё. Ну, я практически в этом одеянии туда не ходил, поэтому... Ну, вот, когда я возвращался, допустим, из банды и находился уже в Кабуле, там, с семьёй вместе, тогда, ну, естественно, что эти одеяния присутствовали там на мне. Ну, видите, как могла охраняла, как могла берегла. Война – это тяжёлая работа, это ещё Симонов писал, «Живых и мёртвых», что война – это тяжёлая солдатская пахота. Да, вот, работа. Но у меня вот в руках есть такая скромная грамота, вот, очень скромная, вот такая вот. Подписано даже, просто от руки, и у меня Евдокия. Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно благодарю вас и всех ваших сотрудников за помощь, оказанную обители преподобной Ефросиньей Полоцкой. Совершенно такая мирная грамота. И вот вы человек военный, боевой офицер, резидент. Резидент? Ну, были резидентом. Нет, это громко сказано. Я резидентом не был. Я был шпионом. 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 Ну, не шпионом, а разведчиком. Развечиком. Говорили только тогда, когда он в мир иной уходил. Но у меня вот так получилось, что я стал при жизни. Видимо, поводом для этого послужило издание моей книги, потому что там я многие вещи описывал о своей деятельности за границей и до заграницы. Ну, а это вот свидетельство. Оно получилось, когда я уже работал в гражданской мирной жизни здесь, в Белоруссии. Работал в одном из банков. Возглавлял банк с иранским капиталом. Ну, и возник вопрос о том, где найти финансы для восстановления креста Ефросиньи Полоцкой. Это же мирная инициатива, да? Это мирная. Мирная инициатива боевого офицера. Вот как это произошло? Можно как это называть? К вам обратились? Или это ваша инициатива? Или вы узнали об этом? Крест Ефросиньи Полоцкой – это полумифическая, легендарная святыня. Это даже понятие философское, религиозное. Это святыня. И утерянная святыня. Я узнал об этом из представителя Национального банка, что они изыскивают финансовую возможность. Церковь Белорусская изыскивает. Кто? Или монастырь? Монастырь изыскивает такую возможность. Восстановить. Да, но они обратились в Национальный банк, а Национальный банк, не знаю по каким причинам, в общем, прислал ко мне гонца. Ну, человек очень солидную должность занимал в структуре Национального банка. То есть монастырь, он стучался во все двери? Он стучался где кто чем-то помог, финансово. Ну, понятно, что они знают, что, допустим, в банковской системе деньги всегда есть. Правильно? Могут выделить, тем более на такие нужды. Да, да, на святое дело. Но у меня был банк с иностранным капиталом, с иранским капиталом. Вот, я вас подвожу к этому делу, да. Да, банк с иранским капиталом. Ну, я сразу же думаю, а как же мне это все провернуть, чтобы обязательно... Ну, у меня сразу возникла мысль о том, что помочь надо, это обязательно, потому что это святыня, это известная святыня. И тут вдруг такой возник вопрос. Ну, думаю, переговорю сначала с советом директором, а я в то время был председателем правления банка. Я переговорю с одним, который у нас психологическая такая нормальная совместимость была. То есть, получается, вы хотели попросить у мусульман, чтобы они выделили финансы на восстановление православной святыни. Да. Но я не верил в то, что это получится, честно, первоначально. Ну, думаю, я же все-таки прошел такую горячую точку, и думаю, все-таки я как-то правдами-неправдами, я добьюсь... Да, такая точка, такие задания, что я действительно Бог спас. Да. Поэтому я, в общем, в принципе, был благодарен судьбе, благодарен Богу, то, что я остался живой, не калекой возвратился на родную землю. Ну, и как не отблагодарить Богу за то, что, допустим, я возьму, да и помогу в восстановлении этой... Тем более же в Афганистане ведь не только вы были, у вас там и супруга, и сын... Супруга была, и сын, это потом мне разрешили привезти, чтобы она, я, по-моему, книги писал там, для... Она тут могла тоже концерт бросить из-за мыслей всяких, что я там... Она-то не знала, чем я там занимаюсь. Но, тем не менее, мне в Афганистане, я специальное разрешение просил там в изентуру, представительстве, написал. Я за ней приезжал сюда, меня пустили. Это после первой моей ходки, все было после первой были. И ей в 81-м году разрешили приехать с сыном туда. И ее там же и устроили на работу еще принять. Так ведь она же ехала-то не на курорт, она ехала в государство, которое в состоянии войны, и город не прифронтовой, а фронтовой практически. А вы знаете, какие у нее мысли были, когда она здесь находилась, а когда она туда приехала, она там расцвела, и, извините, а тут она поникшая, такая забитая была. Так она успокоилась, она потому что рядом с мужем. Увидела меня, хотя я все время отъезжал. Неважно, она же знала, что он все равно будет возвращаться, возвращаться домой будет, и она уже успокоилась. Ну так вот, возвращаясь к святыне. Все вернулись живы и здоровы. Все вернулись живы и здоровы. Ну я не знаю, почему именно на мою долю выпало это, честно говоря. Сейчас я уже начинаю как-то размышлять над этим, но тем не менее у меня больше было возможностей, так сказать, погибнуть, чем и этим людям, которые погибли. Но вы остались живы? А я остался живы, но небольшая царапина только была. Главное, что остались живы. Да, жив остался, потому что я же вижу, как инвалиды мучаются, как они сейчас сегодня там с этими протезами пытаются там где-то добыть, чтобы по ночам не спят еще к тому же. Ну конечно. Афганский синдром этот достает. Поэтому вот я иногда задумываюсь над тем, что, ну в общем, вот такая судьба у меня сложилась. Тогда получается, это и судьба вам такой шанс дала, ну не отдать долг, а может быть и отдать долг и погибшим, и друзьям вашим, которые прошли через эту, как говорят, горнило войны. Это мясорубка. Ну да, это мясорубка. Мясорубка и через эти страшные испытания. Но в этом даже какая-то, понимаете, такая ирония даже попросить у мусульман деньги на православную святыню. И просить-то будет кто? Боевой офицер, прошедший Афганистан. Ну они, нет, они знали, что я прошел через Афганистан, но я им все время убивал голову, что я работал в посольстве. То есть посольские работники, они... Мирный труд. Мирный труд у меня там, так сказать, это моя стихия была посольской работы. Но они знали, потом уже господин Зарифьян, когда написали книгу вторую, там, жизни Иллиос-разведчика, там, там тоже, он узнал, что я действительно там занимался... Не мирной. Не мирной жизнью. То есть мирной жизнью, но в другой сфере совсем, не дипломатической. А здесь мне, вот, мое чутье подсказывало, надо выйти и добиться того, чтобы помочь выделить финансы для восстановления. А каким же образом это сделать? Вот вы приходите к этому человеку. Я прихожу к тому, я говорю, каким-то... Вот есть такой вопрос, который надо порешать. Ну, я ему рассказал, что вот вера разная и так далее. Я вам, ну, я не знаю, я там, ну, это надо согласовывать. Я говорю, давайте мы вместе возьмем командировку, поедем в Иран. И мы полетели с ним в Иран, по дороге, в пути. Я его убедил и говорю, ну, видите, мы сейчас вот летим в самолете. Ну, если Бог есть, и ваш Аллах есть на белом свете, значит, мы долетим нормально. И поможем порешать этот вопрос. Если же его нету, мы не долетим. Вот, ну, и, в общем, ну, вот таким образом я сначала его готовил, потому что для разговора там с высшим руководством ихним. Ну, туда прилетели, все, там, потом он пошел сам разговаривать сначала, поговорил. И потом мы обратно туда возвращаемся, к этому руководителю. Он сказал, хорошо, только это, только это обыграйте таким образом, чтобы в нашем посольстве иранском никто не знал, ну, и мусульмане. Ну, и все, вот. Вот, и я тогда... То есть вопрос деликатный. Деликатный очень вопрос. И я тогда, в общем, он говорит, ну, и в банке, говорит, чтобы никто не знал, в нашем банке, для чего эти деньги выделяются. Он должен был. Ну, а подписываешь председатель совета директоров. Ну, и я там подписываю, потому что финансы, они любят счет и любят правильность, чтобы они правильно были направлены в нужное русло. И вот таким образом мы получили добро, ну, и потом уже соответствующим образом все это распределили, устроили и вот помогли. Ну, надо же, такая скромная грамота и столько работы... Ну, понимаете, это больше психологической и мыслительной работы, понимаете. Мозг должен был как-то добрять до того, чтобы принять какое-то решение, ну, неадекватное решение. Почему? Потому что, ну, я сразу... Ну, я, правда, вот тогда еще я забыл сказать, что я с собой взял Коран. У меня Коран дома есть. Я в эту поездку взял Коран и, ну, еду там, это, читаю его. Он на русском языке, этот Коран. Есть и на персидском, но я на русском. Он в самолете говорит, да что ты, его Коран наш. А он тогда еще плохо знал русский язык. Ну, и я там открываю статью, там, где написано, что не убей там и так далее. То есть, если убивать надо, то только за веру Всевышнего и так далее. Вот. Ну, в общем, не знаю. Как-то вы расположили их к себе и уважением к их религии, и уважением к святой книге, к священной книге. А вот вы когда дело сделали, вот какие чувства были? У меня облегчение такое наступило. Думаю, ну вот, там вроде бы я справился с той задачей, которую перед собой ставил. И здесь тоже. Ну, а потом, ну вот, получил такую специальность. А как они узнали-то? Вот, в монастыре, что именно вы им помогли? А они в Национальном банке спрашивали, кто, кто... Кого благодарите? Да, кого благодарите. Я даже не был там, собирался туда поехать. Ну, встречаться-то, пообщаться с этими религиозными людьми. А вот потом, вот у меня вопрос такой, вот ваши иранские коллеги, у них-то не было вот такого чувства разочарования, знаете, как, может быть, такие мысли, зачем мы выделили деньги, может быть, и не надо было. А вот у них-то какие чувства были? Я вам скажу, я не спрашивал, не задавал этих вопросов. Мне главное надо было... Сделать дело. Сделать дело. А там уже, пускай они думают, что хотят. То есть, ну, потом они же сами с нашего банковского рынка ушли отсюда. Ну, сейчас я до сих пор еще с ними контактирую, даже с иранской стороной, переписка у меня есть. Я и сейчас поддерживаю с ними контакты, не в плане там разведывательного, так сказать, характера, а в планах мирных инициатив. В планах мирных инициатив. Они даже сейчас мне, допустим, предлагают возвратиться в банковскую систему, только они уже на российский рынок хотят зайти, в Москве там создавать банк. Прекрасно, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, вам огромное спасибо. Не за что. Чем богаты, тем не рады. Что вы пришли к нам, потому что, повторяю, библиотека – это такое место. Кто один раз придет в библиотеку, тут непременно придет еще раз, еще раз, еще раз. Вот место такое, место притяжения интересных людей. И, конечно, я опять держу эту грамоту и думаю, что ведь каждый человек на своем месте, он может совершить такое дело, если говорить так во имя мира, это так очень высоким слогом, сделать доброе дело. Каждый на своем рабочем месте. Приходите в библиотеку. Это не только место, где выдают книги и проводятся массовые мероприятия. Библиотека – это, прежде всего, место встреч с интересными людьми. Добро пожаловать в библиотеку. Добро пожаловать в библиотеку.